Судья Светлана Тизу, оправданная по делу о коррупции, не может вернуться на свою должность. Высший совет магистратуры отклонил ее запрос. Члены ВСМ заявляют, что сомневаются в добросовестности судьи. Однако Тизу все отрицает, а ранее обжаловала это решение вышестоящей инстанции. Что касается фактических и юридических оснований, то мы представим свое мнение коллеге или членам, которые будут рассматривать заявление об отводе. Господин адвокат, мы не на судебном заседании. Заседание публичное. Пожалуйста, объясните, на какие причины вы ссылаетесь. Я понял вопрос, но по моему мнению, как дисквалифицированный человек, вы не имеете права участвовать в голосовании. На этот раз Светлана Тизу предстала в высшем совете магистратуры с адвокатом. Он потребовал отвода Иона Гузуна и Александра Постика из-за отсутствия доверия. Однако аргументы представлять отказался. В какой-то момент страсти накалились. Они указаны в данном заявлении. Если пленум сочтет необходимым сделать перерыв для ознакомления, нам добавить нечего. Можно нам решать, как проводить заседание. Я предложил. Спасибо. Большинством голосов против. Запрос Светланы Тизу был отклонен. Аргументов адвоката оказалось недостаточно, чтобы убедить членов ВСМ отозвать предыдущее решение, которому они отказались представить главе государства кандидатуру Светланы Тизу для назначения на должной судьи до достижения предельного возраста в 65 лет. Поскольку никакого нарушения не было обнаружено, считаю, что в данном случае не должно было быть никакой отсылки на рассматриваемое заявление. В противном случае все мои права будут нарушены. Тем более, что по уголовному делу у меня был совершенно другой статус. Члены ВСМ также отклонили и второй запрос, пояснив наличием сомнений в добросовестности судьи. В 2021 году Тизу оправдали, как и четырех ее коллег, по делу, по которому их обвиняли в истребовании получения особо крупных сумм денег с целью вынесения в мае благоприятных решений по многим незавершенным уголовным делам. Единственным в отношении кого вынесли приговор был юрисконсульт. Однако Тизу не может вернуться в должность из-за первого решения, принятого в Высшем Совете Магистратуры, согласно которому главе государства было предложено освободить ее от должности. Бывшая судья подала апелляцию в Высшую судебную палату, но решения по ней пока нет.